МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, Елена. Алена Ланская родилась в Могилеве, окончила экономический колледж по специальности банковское дело. По распределению работала в одном из отделений банка и параллельно получала высшее образование в Белорусско-Российском университете по специальности финансы и кредит. Но всегда хотела стать артисткой. В 19 лет добилась того, о чем мечтала. Прошла конкурсный отпор в продюсерский центр «Спамаш», став его ведущей солисткой. В 2011 году завоевала гран-при на славянском базаре в Витебске. Вскоре ей было присвоено звание заслуженной артистки. Алена стала самой молодой заслуженной артисткой республики. На тот момент ей было 26 лет. В 2013 представила «Беларусь» на Евровидении, вышла в пенал, заняв 16 место. Сегодня продолжает сольную деятельность, выпускает альбомы, гастролирует по стране, ведет на YouTube-канале авторское шоу. Не замужем. Ах, я даже увлеклась чтением своей биографии. Столько много. Я еще такая молодая, а уже столько сделала. Кстати, могу сделать комплимент. Не у всех гостей такая обширная биография наша. Ну, наверное, может, потому что я очень люблю эту жизнь. И мне очень хочется экшена каждый раз. И каждый свой проект, когда я начинаю, это какой-то, наверное, новый поток адреналина и эмоций. Ален, мы решили, что 23 февраля нужно позвать в гости самую красивую женщину Беларуси. Это без лести лишней. Девочки, давайте называть друг друга девочкой. Она женщина, мне кажется, я еще не тяну. Хорошо, самую красивую девочку Беларуси. Не тяну. Чтобы радовать зрителей и мужчин в том числе. И, ну, поскольку затронули тему не замужа, все равно у вас есть семья, и вы общаетесь наверняка с своими родственниками. Сестра есть старшая, младшая? У меня старшая сестра, она старше меня на 7 лет. И на самом деле сегодня я расскажу про то, что у меня очень большая семья. И семьей могут стать не только близкие родные люди, но и те, которые с тобой идут по жизни. В этом плане мне, безусловно, очень повезло. Кто-то говорит, у меня нет детей, а я считаю, у меня есть и много детей, потому что я о них забочусь, о всех. У меня четверо крестников, плюс еще племянница, плюс еще двое ребятишек, которых все равно я в гости приезжаю всегда с подарками и всегда поздравляю на все праздники. Скажем так, круг людей, о которых я забочусь, он очень обширный. Мы хотели в этой связи спросить, ты кормилец в доме, да? Ну, сейчас уже, да. На самом деле осознанное вот это понимание кормильца, оно пришло, наверное, лет 5 назад. А вспоминая себя, ты всегда помогал родным, то есть всегда находился рядом. То ремонт надо сделать, то, значит, мы поедем отдохнуть, то племянницу надо собрать к школе в том числе. То есть я считаю, что если ты добился уже определенного успеха, то ты должен как минимум помогать своим родным, по максимуму помогать вообще этому миру. По твоей истории жизни можно следить за эволюцией белорусского шоу-бизнеса. Когда-то он был молодым, драйвовым и прекрасным. Я хотела показать волну Ханка, которую он нам завещал измерять успех. И скажи, на этой волне, ты считаешь, где ты сейчас находишься, в какой точке? У меня на самом деле жизнь, она такая очень как раз-таки и состоит, мне кажется, как у любого человека, из взлетов и падений. Что касается вот этих волн, я соглашусь с этим. Дело в том, что вот, допустим, я вообще противоположный, парадоксальный человек. Мало кто знает, но если я внутри нахожусь на дне, то я ярче сияю на публике. И вот этот парадокс меня сопровождает всю мою жизнь. Казалось бы, когда у меня все хорошо, то как бы и успеха как такового нет. Сейчас сияешь, соответственно, эмоционально выпотрошу. Эмоционально я испытываю сложности внутри, потому что все-таки творческие люди, мы ощущаем давление всеобщее в атмосфере, которая присутствовала. И только вот буквально, наверное, после 14 февраля, когда засветило солнышко, я стала ощущать, что все, скоро рассвет. Скоро, наконец-таки, все закончится. Все испытания, которые у каждого из нас внутри, они есть, в каждой семье. Сейчас, наконец-таки, мы начинаем оживать все. И подтверждение тому стартовал мой, возобновился мой тур юбилейный, интервью со зрителем, который был запланирован на 2020 год. Ну вот, пять концертов у нас было в прошлом году. И вот только сейчас, 10 февраля, мы продолжили наш тур. И люди, наконец-таки, захотели приходить на концерты. Вот это очень важно. А были люди на концерте? То есть не боятся? Я считаю, что это был успех для первого концерта. Было больше половины зала. И, безусловно, мы соблюдаем все санитарные нормы. Ну, кто-то уже, может, переболел, сидел без маски. Я была очень счастлива, на самом деле, что мы начали, наконец-таки, жить. Алена, давайте вспомним, когда вы стали только солисткой продюсерского центра «Спамаш». Это было такое время, когда расцветал шоу-бизнес, появлялись центры, те же продюсерские телешоу, певческие были и так далее. Просто хотела бы вам напомнить, как вы ворвались на сцену, в этот мир. Я боюсь это смотреть. Это было очень далеко. Давайте посмотрим все же. Боже, это я? Ближе, 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 подойди, я не обижу. Так, срочно ходи, срочно ходи. Ну, не знаю, сколько вам лет здесь, я просто, да, интересно. Девочки, на самом деле, время-то немного прошло, но я смотрю, что я в очень хорошей форме сейчас. Я остаюсь в том весе, в котором я была тогда. Но надо немножко вот тут все это... Рельефы, рельефов не было. Надо чуть-чуть подсушиться. Я называла это... Молодость, ну а что делать? Это бэби-фэд такой, широк детский. Еще две дырки в ухе, я смотрю, у меня на самом деле еще есть, а не у меня есть. Ты смотришь, ностальгия есть, вот у меня есть, очень не хочется стареть. У тебя есть такая? Есть. Признаюсь честно, есть. И осознанность пришла тоже, опять-таки, совсем недавно, когда ты начинаешь понимать, что ага, а половина жизни-то уже прожита. Но все это сожаление, оно сменяется на благодарность. Это самая высокая эмоция по чистоте вибраций за то, что у тебя часть твоей жизни, она была очень насыщенной. Она была интересной, она была эмоционально наполненной, и столько было приключений. Она штурмовала Евровидение, давайте вспомним, как это было тоже. Это Еврохест во дворце Скорта. Очень трогательная, душевная песня была. Я даже услышала дрожжи в голосе от волнения. Тогда был большой скандал. Вас обвинили в том, что голоса подтасованы, дисквалифицировали. И вместо вас поехали на Евровидение, группа, которая называется Light Sound, если мне память изменяет. Интересно узнать, вы смогли просить этих людей, в каких отношениях вы с братьями Корякинами, или вообще... Ну, кстати, это была фотография, сделала накануне, мы общались, и очень так близко все, в одной тусовке. Накануне вот этого ситуации, да? Знаете, у меня... Это уже не та фотография, это была... Это фотография с Левского базара, не путайте. А с другим... Это были слезы... Счастья. ...выстраданные. Победа на Славянском базаре, это была она выстрадана. Что касается Евровидения, то в моей жизни всегда получается так, что я к себе, наверное, притягиваю как успех, то какие-то... Какие-то вечно непонятные ситуации. Как ты себе вот сегодня отвечаешь, что тогда было? Тогда такое и произошло. Я не знаю, что тогда было. Зависть, какая древность. Было расследование, я приезжала в прокуратуру, я давала показания. То, что я этого не делаю, это понятно. То есть я чиста перед своей совестью. Вот. Что касается простилы этих ребят, а за что мне их прощать? Я немножко... Если они, я считаю, что это их путь, им надо было пройти эти испытания, я никому ничего не должна, поэтому если у меня есть сила духа, если у меня есть талант, если у меня есть вера и вера поклонников в меня, я буду работать. И это единственный показатель, касающийся критерия оценки в моей жизни. Я скорее в виду имела, знаете, что, может быть, я неверно пояснила, нисколько сам процесс, там, здесь квалификация, все прокуратура дела, там, так далее, то есть не накрутка голосов, а именно, знаете, да, какой-то даже не сколько предательского, сколько потом поток. То есть все, кто с вами только что рядом там сидел, улыбался, внезапно сказал, ой, ну, это там типа ландская, да понятно все теперь. То есть вот, ну да, вот такой момент, наверное, вот этих людей я имела в виду. Как вы пережили это? Это был первый звоночек для того, чтобы я проснулась в этом мире, потому что я настолько внутри люблю этот мир, я настолько готова была всем безвозмездно всегда помогать и всегда идти на помощь, что тут я поняла, что ага, надо начинать помогать тем, наверное, как-то начинать это фильтровать, потому что энергия, которая есть у тебя внутри. Закрылась немного, да? Ну, наверное, ну, наверное, ну, мы же проживаем эту жизнь для опыта, ну, было тогда такое, знаете, знакомство со всеми реалиями шоу-бизнеса, и, то есть я уже не питаю надежд в том, что... Тебя все полюбят, да? Да, ну, кстати, я давно уже не стараюсь в этой жизни, чтобы меня кто-то любил насильно. Мои люди ко мне притянутся, они придут на концерт, и я потом после концерта всегда спрашиваю, вам понравилось или нет. Мне очень нравится твое выступление на Евровидении, давайте вспомним, как это было. Ты все-таки доехала спустя год, да, я взяла реванш. Отлично выступила. Какие ножки! Ну, кстати, я тебя тогда завистью называла бронзовые ножки, потому что выглядела ты потрясающе. Как много писали, продюсер Спомаша Шакутин вложил миллион долларов. Это все враги. Серьезно? Нет, ничего такого не было. Я выиграла тогда конкурс... Отборочный тур. И хотелось же достойно представить нашу страну. Более того, тогда на Евровидении финал не проходил, не проходило очень долгое количество артистов. И у нас были очень сложные отношения с совещательным союзом. И мы старались туда максимально приехать, дабы продемонстрировать не только певицу Алену Ланскую, а у нас была компания по знакомству с белорусской продукцией. Тогда коммунарка нам выпустила специализированные такие конфеты, пряники, Маруся сделала жилетки, майки. То есть мы приехали туда полноценно. Из 42 участников, я боюсь ошибиться, но кажется, это было 42. Память уже не девичья. Вот. Всего было 5 вечеринок. То есть не было миллиона долларов? И была одна белорусская вечеринка. Алена, скажи, ответь мне на вопрос, не было миллиона долларов? Нет, миллиона долларов не было. Блин, а я думала, что есть. У нас было предложение от российских коллег о продюсировании. Это касалось миллиона долларов, но это очень большая сумма не только для бизнеса. Но мне кажется, за миллион долларов можно спонсировать целый год культуру региона. Это же такая... А что делать? В прошлом году 65-я церемония Евровидения была отменена из-за коронавируса, впервые за всю историю конкурса. Тем не менее, группе Little Big, которая записала видео на конкурсную песню Уна, удалось собрать на YouTube-канале конкурса 154 миллиона просмотров. Что нас все ближе и ближе приближает к тому времени, когда артисты уже не будут гастролировать, а будут вместо них ездить по городам и весям их голограммы. Для продюсеров дешевле и, по-моему, для поклонников тоже все равно, потому что голограмме можно придумать много всяких веселых штук. Сейчас мы ненадолго прервемся и скоро вернемся в эту студию. Напоминаю вам, что у нас есть телеграм-канал, который называется «Скажи, не молчи», там можно оставлять свои комментарии и задавать вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Раньше никого ничего не раздражалось. Это этого не обсуждалось. А сейчас там фразу одну какую-то сказал, все, это просто стало преувеличиваться, потом это в рекламе уже, ты начинаешь понимать, что ага, кто-то это проплачивает еще дополнительно. И так вот как-то так, а я стала написать, говорю, девочки, вы чего? Что не так? Они стали меня блокировать. Что-то какая-то дичь. В эфире программа «Скажи, не молчи» и наши гости заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская. Алена, прости, что мы так много времени уделяем просмотрам, ютубам, каналам, подписчикам и так далее, но это стало прям действительно наваждением в каким-то современном мире, да. И я в телеге периодически ловлю такие вот сообщения. «Спасите Алену», ее удалили в очередной раз из-за жалоб невероятных обращаются к вам за помощью. И ты за помощью обращалась, когда открывала, я так понимаю, новый аккаунт. Сейчас что происходит? Тебя преследуют в Инстаграме? Ну, в связи с неоднозначной ситуацией, которая происходит в социальных сетях за последнее время, то на мои аккаунты была организована травля. Я даже знаю источники, откуда это пошло все. А можешь сказать? Без объяснения причин тебя просто Инстаграм блокирует. Было пять, у меня было пять аккаунтов, их все взломали в течение суток. Ты знаешь людей, которые это делают? Я объясню, как это работает. Значит, ты заводишь аккаунт. Если поступает какое-то количество жалоб, ты можешь его закрывать, не закрывать, то есть комментарии, то есть делать его... Про цветы про котиков. Да, про цветы про котиков неважно. Если поступает какое-то количество, энное количество жалоб, то компьютер, который там... Просто бот. Просто блокирует твой аккаунт без объяснения причин. Дело в том, что на восстановление моего аккаунта было отправлено в службу поддержки, в информационный центр около тысячи писем. И, к сожалению, ответа никакого не поступило. Как мне объяснили уже свои люди, что представительства Инстаграма даже нет в России, поэтому все наши с вами усилия, они совершенно тщетны. Это никому не надо. И я теперь, наверное, понимаю, для чего вообще делался Инстаграм, вообще социальные сети своего рода. Это определенный сбор информации о каждом человеке. Потому что куда мы заходим, что мы смотрим, что мы кушаем, это все есть где-то там, в сервере хранится. Ты в определенный момент Х, а тебе поднимут всю информацию и будут знать всю твою психологическую составляющую. И когда в ненужный момент твое мнение, возможно, будет неугодно этой сети, то тебя просто выключит, и ты ничего не сможешь делать. Так что будьте очень внимательными. Я все-таки поддерживаю действительно ту идею кнопочного телефона, когда сервера нету и нигде ничего не хранится. Алена права, как это сейчас в США происходит. Человек 15 лет назад написал что-то там спорное, условно говоря, о цвете кожи, не обижая никого. Что-то несоответствующее новой этике. Несоответствующее, сейчас этих людей начинают заново травить. Ну, Ален, как вот публичный человек такой, как вы, может противостоять цифровой цензуре? Потому что я подумала, если честно, что вы, что вас на вас жаловались вот эти вот невероятные, там, за какие-то патриотические высказания. А вы говорите, вообще не было причин? Ну, скажем так, на первом аккаунте у меня не было никаких призывов вообще, потому что я знаю правила сообщества Инстаграма. И изначально понимала, что за что меня можно забанить и что нет. Вот. У меня не было никаких призывов, у меня было просто фотографии с автопробега, в котором я добровольно принимаю участие под нашим белорусским флагом. Я видела это. Последующие четыре аккаунта, там не было ни одной провокации на то, чтобы... Вот это, кстати, любопытно. Там были какие-то жалобы или что-то еще. Там было две-три фотографии всего выложены первоначально, и аккаунт убивали за семь часов. Это все намного проще, и я считаю, что когда я уже знаю, как это происходит, этому не стоит придавать такого значения, потому что, судя по нашим коллегам российским, у них взламывают аккаунты каждый месяц. То есть ты не страдаешь без Инстаграма? Я, как мне объяснили, Алена, радуйтесь, потому что на вас потратили огромное количество денег, чтобы вас взломать. Это точно. Мы знаем друг друга очень давно, и прям вот хотела бы напомнить, с чего все начиналось. Какая-то очаровательная была малышка. О, мне не 10 лет еще. И сегодня мы видим, что работа проделана над собой колоссальная. Я по традиции обзвонила перед тем, как с тобой встречаться у всех коллег артистов. Они говорят, что Алена – это самый целеустремленный, самый трудолюбивый, ну такой боец, трудяшка. То есть тебя характеризуют с этой стороны, и мы тоже знаем, что это правда. Скажи, я не верю, что ты вот этим маргинальным Инстаграм-каналом сегодня не готовишь какую-нибудь информационную бобу. Может быть, будешь вести телешоу или еще что-нибудь придумала, как противостоять атаке? Да никак я на самом деле не пытаюсь противостоять. Я не считаю нужным тратить свою энергию, драгоценную свою энергию. С чего мы начинали? На тех людей, которым нужно пройти какие-то свои собственные испытания. Если они делают что-то неправильно, рано или поздно все равно им это Вселенная продемонстрирует. Я считаю, что надо энергию тратить на что-то конструктивное. И недавно у меня стартовал мой кулинарный вегетарианский проект, ориентированный исключительно на формат вегетарианства. Я вегетарианством уже занимаюсь три года сама, еще раз это подчеркну. И хочу делиться своей информацией с людьми, потому что многие к этому относятся как-то осторожно, многие это не принимают. Вообще мы всю жизнь считали, что гречку, гречневую кашу нужно есть с сосисками. А на самом деле гречневая каша лучше усваивается, железо из гречневой каши с витамином С. А сосиски вообще отрава. А сосиски особенно современные. Давайте не будем мясокомбинаты наши обижать. Кстати, наши мясокомбинаты, они еще достойно выпускают продукцию, потому что когда я поехала во Францию в качестве участника определенного проекта спортивного, то рядом был магазин, и мы по вечерам заходили в этот магазин, и вот эта вот красивая колбаса, на тот момент, когда я ее еще ела, нам ее красиво порезали, но она была совершенно безвкусной. И я помню этот прекрасный момент, что зная, вспоминая те детские воспоминания, когда колбаса еще была большим-большим серым батоном, по кусочку вот так вот резали в полиэтилене, да, то ты помнишь этот вкус, и ты понимаешь, что сейчас это уже не тот продукт, который был ранее. То есть ваш проект, я так понимаю, будущий, связан в том числе с правильным питанием и вегетарианом? В том числе, помимо того, что я продолжаю свою концертную деятельность, и не буду раскрывать тайны, но в ближайшее время меня могут еще лицезреть на одном из телеканалов нашей страны. Обсудим вирусное видео, тоже, которое всплывает в сети в связи с твоим временем. Время от времени, да. Да, это концерт, на котором тебе подпевает глава государства. Посмотрим. То есть знает слова и мелодию. Да. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ой, очень трогательно. Я когда каждый раз исполняю эту песню, у меня внутри все переворачивается, потому что в этой песне моя душа, это мое детство, это деревня Могилевской области, это родители, когда с тобой рядом, это то беззаботное время, когда ты действительно вкушал все прелести детства и своей детской жизни. У тебя было все. Вот эта вот свобода детства, которая тогда была, она, ну, нам, наверное, ее в жизни потом безумно не хватает, потому что у меня были луга красивые, у меня были праздники, Иван Купалу мой любимый праздник, дети, мы бегали босиком по этой траве, мы были чумазы, но вместе с тем мы были настолько добрыми. Другими, да. Да, мы были другими. А где происходит это вот, где глава государства вам подпевает? Вы знаете, это Александрия, это пару лет назад, 1 сентября, где вот я исполняла эту композицию, которая ранее уже была выложена в социальных сетях и исполнена на других площадках. А должна быть государственная поддержка артистов? Вот как ты считаешь? Вы не поверите, да, но я на поддержку своего творчества от государства не получила никогда ни одной копейки. Я, наверное, тот уникальный человек, который работал всегда с частными организациями. Именно, наверное, по этой причине у меня не было возможности искушения просто положить свою трудовую где-то в каком-нибудь государственном учреждении и все, и ждать с моря погоды. Я вообще не из тех людей. Мне надо, чтобы жизнь бурлила, чтобы я что-то делала. У меня есть идея. Мне надо сейчас ее выполнить, а не ждать какого-то периода, когда это произойдет. Наверное, сейчас пришло время действительно поддержать не только, ну, хотя бы морально тех артистов, которые остались верны. Потому что, как видите, за последний год 60% людей просто уехало, исчезло из нашего окружения. И вот в этом плане, я думаю, что произошла своего рода фильтрация. А исчезло 60%? Откуда цифра? Что это за люди? Я сужу по своему окружению, по тому, что, допустим, моя команда, с которой сотрудничала я, она отфильтровалась. Кто-то навсегда, с кем-то я поставила на паузу отношения. Вот. Я надеюсь, что все-таки рано или поздно эти люди выздоровеют. А если вас позовут участвовать в одном концерте, будешь с ними участвовать в одном концерте? Я стараюсь. С теми, кто тебя травил, там, оскорблял. Может быть, нажимал ту самую кнопочку и уже опожаловаться в Инстаграме. Я уверена, что это так и было. И я допускаю это, и давно уже не живу в розовых очках. Вот. Ну, я очень мудрый человек. Если настанет тот момент, и я пойму, что на том берегу произошла трансформация и просветление, то мне не составит труда подойти первой. Но если я вижу, что люди не готовы общаться, то, пожалуйста, я вас не заставляю с собой общаться. Вот это очень важно понимать. Хочу напомнить зрителям о неожиданной развязке спортивного реальти-шоу «Великолепная семерка», который выходил много лет назад на телеканале «Беларусь-2». Тогда Алена наряду с артистами, журналистами соревновалась в биатлоне, и никто на нее не ставил. Думали, хрупкая блондинка, чего от нее ждать. Но она обошла тогда на повороте крепких мужичков довольно-таки. И выиграла шоу. Вот тогда, наверное, я поняла, что любая цель достижима, невозможная для Алены, возможно. И она всегда стреляет точно в цель. Мы ненадолго прервемся и очень скоро вернемся в эту студию. Пока я напоминаю вам, что у нас есть телеграм-канал, который называется «Скажи, не молчи». Там можно оставлять свои комментарии и задавать вопросы. В эфире программа «Скажи, не молчи» и наша гостья – певица Алена Ланская. Алена, по поводу биатлона, скажите, где вы научились стрелять? Я? Девочки, я всегда умела стрелять глазами. Звучит как заготовка. Серьезно, вы тренировались, чтобы бить по целью? Нет, я не тренировалась. И для меня это было впервые вообще. Я ранее этого никогда не делала. Но я поняла технологию. Главное – не волноваться, чтобы не дрожала рука. Когда ты зафиксировался четко – все, ты спокоен, ты сможешь стрелять. Кстати, я очень плохо тогда ходила вот этим коньковым ходом. Я помню, вот это были все-таки параллельные палки, как в детстве. Славать собачкой, так и ходили на параллельные. Но получилось так, что я хорошо отстреляла, и тот лидер, который у нас был, он просто сошел с дистанции, потому что у него сломалась там палка или что, я уже не помню. Да-да. Вот, и я тихим сапом таким доковыляла до финала. Кстати, я тогда получила компьютер. Это было для меня такое большое счастье, потому что я кроме корвета на тот момент, школьного корвета, ничего не видела. И когда у меня появился свой компьютер, я долго им пользовалась, и этот компьютер еще перешел по наследству моей племянницы, так что он еще живой. Теперь я верю, что государственной поддержки у Алены не было никогда, если она даже ноутбук первый выиграла сама своими ногами на чистой физухе. Да, так и было. Ален, насколько я понимаю, вернее, правильно я понимаю, что вы расстались с районским центром «Спамаш» и ушли в сольное плавание. Нет, мы не расстались с пародюсским центром. Это же на 1 марта, да? Это на 1 марта концерт у меня состоится в городе Барри и Сав, так что всех приглашаю. Знаете, я безумно рада, безумно счастлива, что в моей жизни был и есть пародюсский центр «Спамаш» в лице Александра Васильевича Шакутина и тех сотрудников, которые всегда были на протяжении творческой жизни в пародюсском центре. Я очень многому там научилась, там всегда было какое-то очень доброе отношение, и сейчас я сотрудничаю с пародюсским центром, но немножко в другом формате. У меня есть возможность теперь уже реализовываться как самостоятельный артист и не ждать, пока я согласую одного директора, потом замдиректора и продюсера по поводу своих каких-то проектов. Сейчас у меня есть возможность свои проекты делать самостоятельно. Ты еще, я знаю, окончила вуз следующий? В прошлом году я закончила, получила диплом Институт культуры режиссура праздников и зрелищ, поэтому сейчас я уже дипломированный специалист в этом плане и сама формирую, вношу коррективы, в свой концерт. Продюсируешь, режиссируешь. В свой концерт могу и кого-то и другого спродюсировать, обращайтесь. И мне очень понравился формат телевизионного такого блога. Возможно, мы продолжим этот проект, потому что, ну, в принципе, ранее я всегда находилась на монтаже своих собственных клипов. Технически только не хватало каких-то навыков. Сейчас я этот пробел восполняю и вообще считаю, что артисту стоять на месте, это ни в коем случае нельзя этого делать, потому что он уйдет в забвение. Артист каждый раз должен открывать в себе какие-то грани новые. И если у тебя не хватает опыта в этом плане, то не стесняйся и черпать информацию, ходить на различные курсы. Да, можно обратиться к кому-то, но все равно, если ты хочешь быть лидером, то ты должен понимать процесс изнутри. Я правильно понимаю, что с продюсерами беда все-таки, Алена? Ну, потому что, ну что, действительно, вот такой тур гастрольный по Беларуси, ты сама можешь вполне афишу себе красивую сделать. Так это мой тур является, это и есть моим туром. То есть здесь тебе никакая помощь вообще, я считаю, не нужна. Но вот чтобы сделать это вот грамотно, там как-то вот с выходом на какой-то уровень, ну хотя бы на Россию или на вообще весь мир, то этим у нас никто не занимается профессионально, мне кажется. Я признаюсь честно, что я делала некоторые попытки попасть на российский рынок и благодаря личному знакомству с Игорем Яковлевичем Крутым, у меня была возможность несколько раз выступить на фестивале «Новая волна». Это когда вы с Матвейчуком записали? Это было до еще, да, я выступала, первый был фестиваль, который проходил в Сочи, потом следующий. Потом я записала дуэт вместе с Глебом Матвейчуком. Но, к сожалению, знаете, это, наверное, тот момент, когда ты заново полюбил свою Беларусь, потому что куда бы ты ни приходила с новым музыкальным материалом, везде есть, ну я скажу прямо открыто, что песни в основном ставят или по договоренности очень-очень личной, или по финансовой оплате. И есть определенные ставки, в том числе оплаты на том или ином радио. Или на том или ином канале. Поэтому это очень серьезный вопрос. Вот бы когда миллион долларов тебе пригодился. Я, наверное, бы все-таки этот миллион долларов потратила на нечто что-нибудь более существенное, важное, чем нежели там… Да, какую-то часть, может быть, я потратила на пару клипов, но есть детские дома, есть… Очень хочется решить вопрос, наконец-таки, с бездомными животными, потому что это та уже проблема, которая просто идет впереди планеты всей, и экология в том числе. Мне очень понравилось, как Алена прокомментировала в одном из интервью, что если вы вяжете эти ленточки на деревья и не даете деревьям дышать, то это ваши проблемы. То есть это вообще как-то оригинальный взгляд на эти тотемные новые… Да, дело в том, что, ну, как-то вот всегда у меня было единение с детства с природой. У нас и так во дворе там мало этих деревьев, их только посадили пару лет назад, и для того, чтобы они колосились, надо время, надо их за ними смотреть, нужна любовь. Любое растение растет только тогда, когда ты вкладываешь туда энергетику. Вот, поэтому мне безумно жаль этих деревьев. Здорово. Очень хотелось бы посмотреть клип, который ты выпустила совсем недавно, видео, и обсудить его. Звучит музыка. Звучит музыка. О, мне врачи от красоты. Знаете, очень красиво, но для вас… Беларуси нашей. Очень красиво, безусловно, снятая из пета, но для вас не очень… жанр привычный, да? Это фолк, получается? Фолк-фопс, да. Да, и я, насколько понимаю, как принято сейчас мерить все просмотрами на Ютубе, пока не очень популярно это видео в Ютубе, на какую аудиторию вы рассчитывали все же? Во-первых, это был мой такой, знаете, незаконченный проект. Десять лет назад Изман Львович Капланов перед своей смертью подарил мне эту песню. Она лежала, ждала своего часа, несколько раз я к ней прикасалась. Но это очень серьезная работа, потому что, во-первых, авторы этой песни, они мэтры маститы, и чтобы создать такой масштабный проект, надо, чтобы здесь было внутри. Это полностью мой продюсерский проект уже, и начиная от образов и монтажа, совместно с режиссером Арной Герд. Обратите внимание, что в клипе я нашла вот в нашей стране, в Беларуси, нашла дуб, которому 450 лет. Слушай, это не Вязанка? А? Вязанки? Нет, это Рассонский район. Да? А я в Вязанке такой. Вот. И это просто, ну, вот это место силы. Мне хотелось показать. Что касается просмотров, да, то сейчас такое время, если ты хочешь больше просмотров, тогда разденься догола. Это да, да. Или заплати тем, кто будет просматривать. Вот. И все это уже, ну, только наивные люди думают, что 10 миллионов просмотров это просто взяли и посмотрели. Первые 2 миллиона были проплачены. Конечно, все это купить можно. Ну, я говорю о реалиях. Да, я могла бы сказать, ой, ну что вы, еще мы просмотров, у нас еще будут просмотры. Но это так есть сейчас. По просмотрам, если судить, то пик карьеры это Евровидение для белорусского артиста. Вот почему, наверное, все рвут туда. Можно так сказать? Во-первых, у нас не так много конкурсов в стране, которые выходят на большую массовую публику. Славянский базар, Новая волна, пик этой пирамиды является все-таки конкурс Евровидения. Потому что в мое время, когда я была на конкурсе, фестиваль тогда смотрело более 40 миллионов человек. И тогда у меня была огромная толпа поклонников, но это англоязычные были поклонники. У нас немножко... наш рынок, он немножко другой. У нас не работают англоязычные песни в живой массе людей. Потому что когда я выпускала тогда после Евровидения альбом «Салео», и там были полностью англоязычные песни, записанные в студии «Эбби Роуд», это вообще одна из самых лучших европейских студий, то у нас не особо это сыграло роль. Народ не подпевает, я так понимаю. Потому что у нас все-таки английские... Ластуку давай. Да, они понимают. Алена, спойте лучше ластуку или лучше к Беларуси. И вот это ближе к нашей... На концерте хочется подпевать и как-то вот что-то узнаваемое, да? Поэтому, наверное, люди по-английски не очень воспринимают. Ну, скажем так, до сих пор люди не все выучили слово «Салео» на концертах. Я еще хотела бы отметить, что, понимаете, во время Евровидения вы олицетворяли такую очень сексапильную девушку. Сексишмэкс. Сейчас, да, теперь сексишмэкс. Сейчас у вас немножко другой образ. Вы как бы, ну, подрослели в этом плане. То есть я думаю, что сейчас вы, наверное, я не знаю, просто вы выходите... Не раздаться-то я могу, не вопрос. Я в хорошем форме, может, дискобол, еще все хорошо, все целое. И платье висит очень красивое в шкафу. И достаю его по праздникам, когда ко мне приходят гости и спрашивают, а покажи платье, покажи платье, там 70 тысяч страз. Я могу продолжать этот образ, но внутри-то немножко другое. Да то мы говорили. Оно все-таки очень родное, близкое, натуральное, живое, душевное. Потому что, понимаете, вот эта большая слишком пропасть между песнями для души, на которых мы все выросли, и песни европейского формата. В этих песнях нет души. Мы просто улавливаем ритм. И те песни нужны, и эти песни нужны. Но, судя по заказчикам, больше просят белорусские. Алена, у меня вот такой вопрос. Сейчас открылись границы с Россией. Ну, как открылись, можно выезжать. Ждем, ждем. Да, ну, поезда уже ходят. Просто мне всегда было интересно. Белорусский артист, ну, когда сейчас, особенно все в Ютьюбе существуют, в Инстаграмах, и когда ты уже бренд, а не только певец, да, когда тебя знают, в том числе, за пределами страны, может выехать в сопредельные города с какими-то концертами? И вообще может быть в этом плане успех у белорусского артиста? Смоленск, условно. Ну, смотрите, ранее организовать тур по России было очень сложно. Была очень высокая конкуренция с других стран. Сейчас же, я думаю, что в связи с тем, что Белоруссия и Россия, во-первых, очень плотно сейчас сотрудничают, то я думаю, что у нас открываются новые перспективы для белорусских артистов, в том числе и дополнительные перспективы, и, конечно, если это российским интересно, приехать в город, в какой-нибудь город и с небольшим залом в 300 мест и дать концерт у нас. Таких городов просто очень много. Я думаю, что сейчас, после пандемии, произошла... Я помню, что в пандемии с удовольствием ездили. Билан был у нас. Были, были. Но сейчас немножко произошла трансформация в отношении нас. Потому что ближе, как к Белоруссии, мне кажется, у России сестры нет. То есть ты надеешься на то, что будет открытость с их стороны, да, по отношению к белорусским артистам? Я думаю, что да. Потому что, опять-таки, произошла некоторая переоценка ценностей. И сейчас к нам, к артистам белорусским... Нас ранее уважали, но сейчас еще и будем плотно сотрудничать. А можно я еще спрошу, Ален, а у вас есть райдер? Конечно, у меня есть райдер. Что там самое необычное? У меня есть технический, бытовой райдер. Бытовой. Он, правда, не всегда выполняется. Ну, расскажите, чего вы требуете самое такое из необычного? Знаете, я в мечтах хотела бы требовать золотой унитаз. Я бы очень хотела потребовать гостиницу «Пять звезд». Но ты понимаешь, что это настолько неважно. А может быть, и заказчик не может предоставить эти условия. Поэтому ты просто просишь, чтобы у тебя в гримерке была горячая вода, чай. Хотя я с собой всегда вожу чай и кофе, у меня всегда есть в сумке. Может быть, какие-то фрукты, овощи, там что-то перекусить. Для коллектива, не для меня. Потому что если ты едешь 300 километров куда-то на мероприятие, ты уставший немножко, тебе нужно выдохнуть и настроиться на выступление на сцене. Есть технический райдер, он ограничивается там несколько панорамных колонок, прострелы и мониторная линия. Но если я выезжаю куда-то за пределы Белоруссии, то, соответственно, у меня райдер немножко сжёстче. И ещё не было ни одного выступления за пределами, чтобы его не выполнили. Спасибо большое. В финале хотелось бы поговорить, обсудить то, с чего начали. Это Евровидение 2020. Смотрела ли ты финал национального отбора, который снимали здесь на киностудии, с участием иностранного жюри? Это праздник жизни. Смотрела? Если нет, то мы сейчас покажем. Я смотрела, я смотрела. Давайте посмотрим, кто не видел. Я не видела. Недависимость от стиля, выстроенная или медленная, очень жаркая или, наоборот, мягкая, но сейчас у нас отличная была. Ну, видите, в это шоу обсуждают всё прозрачно, сидят жюри прямо на сцене, обсуждают шоу с артистами, со зрителями. И мне кажется, что это был такой... Я так понимаю, это 2019-2020. В 2020-м же не было Евровидения. В 2020-м не было Евровидения, но национальный отбор был. Национальный отбор, да. И мы, ну, как бы вливались уже в эту европейскую семью. Я разговаривала с этими членами жюри, с этими иностранцами, которые сюда приехали. Они говорили, вау, вау, всё вкомплементарно было. А что сейчас? А ничего сейчас. Просто... Ну, не кажется ли тебе, что вот опять мы сами себе на подножку ставим, опускаем шансы каждый раз? Ну, в смысле ставим себе подножку? Да нет, просто пришло время заявить о том, что белорусы гордые люди. Самодостаточные люди. И, пожалуйста, принимайте нас такими, какие мы есть. Не надо нам пытаться нас изменить. Мы всегда будем за честь и достоинство. Мы всегда будем за понимание. Всегда придём на помощь тогда, когда это необходимо. Вот. А что касается Евровидения, то вообще форматы европейских людей немножко такой, знаете, вот так вот. То есть, твое мнение... Туда ветер падует, туда и мы. Твое мнение, мы стучались в закрытые двери все эти годы? Или надо там участвовать? Нам... Ну, я вообще против того, чтобы отменять Евровидение для Беларуси, потому что для творческого человека это трамплин. Это всегда своего рода музыкальная была Олимпиадой. И мы много лет там принимаем участие. Какая разница? Вот есть я, да? Я люблю животных, я люблю своих родных и близких, я люблю людей, я люблю природу. Что изменилось во мне за последнее время? Только то, что я очередной раз убедилась в своих убеждениях, и, может быть, вы во мне этого ранее не видели? Ну что, я же не изменилась, по сути, совершенно. Ну мы не изменились, белорусы. Мы были такими. Просто отношение изменилось к нам, потому что, видимо, есть какие-то другие подводные камни в этой ситуации. А ты сейчас с кем разговариваешь? Со зрителями? Тебе было больнее всего зрителей непонимания или коллег по цеху? Мне было больно. Я признаюсь честно, в отношении некоторых людей, которым я относилась положительно, которых я оценила за те врожденные качества творческие, которые у них есть, но я никогда не могла подумать, что люди настолько непорядочные могут быть внутри. Поэтому мне было действительно больно, и я не понимала, почему я должна стать, по вашему мнению, изгоем. Я такая, какая есть. И вот эти вот качества, которые есть индивидуальные, у каждого из знаков, за это нужно любить человека. Ведь я же не начинала какую-то вражду по отношению к кому-то. Нет, это ко мне начался этот хейт. Более того, это все усугублялось теми той информацией, что я чуть ли не агент уже ККБ. Это было такое просто трэш. Мы эти фейки разбиываем. Это было просто настолько глупо, и я думала, боже, какой кошмар. Я знала всегда, что творческие люди, у них очень сильно развита фантазия, но не до такого уровня. Ну а с другой стороны, около меня остались те люди, в которых я никогда не сомневалась. Знаете, всегда надо людей ценить за положительное качество и приумножать в них это, чем нежели акцент делать на негатив. Все могут ошибаться в этой жизни, ни одного человека идеального нет. И я уверяю, что у тех людей, которые находятся на том берегу, у них достаточно скелета в шкафу, просто они их очень умело прячут. Мне кажется, возможно, просто люди, которые резко выступили на другой стороне, стали петь песни какого-то политического содержания, возможно, они поняли, что сделали глупость большую, потому что их чаяния на перемену власти никак не сложились. И таким образом на вас выплескивают свою агрессию, потому что сами они, может быть, в ближайшем будущем не ждет никакая удача, никакой успеха, в том числе творческий. Я к чему это говорю? К тому, что, как вы думаете, вот после этих событий августовских, после, опять же, пандемии, как будет развиваться дальше ситуация? Эти люди будут реабилитироваться, как-то пытаться над схваткой находиться? Или все-таки нужно будет определиться, с кем ты, с кем вы мастера культуры, типа того, и нужно будет, как вы правильно говорите, объединяться и морально поддерживать только тех артистов, которые проявили свою сознательность, патриотизм и так далее? Я думаю, что тот, кто действительно истинный творческий артист внутри, со стержнем, он найдет выход из ситуации всегда. А тот, у кого не хватит сил преодолеть эти события, то, наверное, может быть, он шел не по тому пути. Алена, как ты смотришь на перспективы развития белорусского шоу-бизнеса? Может быть, как он будет развиваться, на твой взгляд, и как будет развиваться Алена Ланская? Пока дальнейшего формата развития шоу-бизнеса я плохо себе представляю, потому что жизнь показала, что все очень непредсказуемо. Но что касается творчества Алены Ланской, Алена Ланская пришла к выводу, что пора проводить уже не бояться, быть смелее и более открытой быть для различных экспериментов в том числе. Совсем недавно я была на Всебелорусском собрании, меня пригласили туда в качестве представителя культуры. И я, находясь там, для себя поняла, что очень много людей, которые говорят, а есть люди, это те люди, которые были на Всебелорусском собрании, это те люди, которые готовы делать, готовы служить людям. Безусловно, в культуре есть много вопросов, которые нужно рассмотреть теперь детально, проанализировать и дать возможность больше свободы, может быть, для нашей белорусской культуры, для людей, которые находятся в ней. Потому что все артисты, наверное, в большей степени это своего рода очень чувствительные люди, и их многое может обижать, и они могут преувеличивать на самом деле какие-то проблемы, которые в масштабах своих внутреннего мира. И поэтому очень творческим людям вообще очень тяжело жить в материальном мире. Поэтому, допустим, я понимаю это, я не осуждаю это, и в том числе, допустим, есть какой-то вопрос, я готова помогать со своей стороны, сколько это можно. И готова к тому, чтобы мы, артисты, которые есть сейчас, объединялись для того, чтобы наконец-таки нашу сферу улучшить и дать ей новый виток развития. Ура! Спасибо тебе большое за встречу, спасибо, что пришла. Будем смотреть за твоими успехами. Совершенно не сомневаюсь, что все еще пробьешь и ни одну стену, потому что сильная, крепкая, умная и красивая. Будем надеяться, будем стараться. Последнее слово в нашей программе традиционно остается за гостем, поэтому мы, Виктория Попова, Елена Лескова, прощаемся с вами до следующего эфира. До свидания. А сейчас говорит заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская. Дорогие друзья, уважаемые зрители и, конечно же, наши мужчины. От всей души хочу поздравить вас с праздником, крепкого вам здоровья, мужества, стойкости, сил, терпения по отношению к нам, к женщинам. Ведь мы же всегда хотим вас делать счастливыми, иногда даже насильно. Всего самого светлого, яркого и позитивного вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин